Саламат Сатар Макруме, Тот Андастар Здравствуйте, уважаемые соотечники Я начинаю свой прямой эфир И сегодня я хочу перед митингом 22 марта рассказать о богатствах Назарбаева Как вы понимаете, этому можно посвящать многие-многие часы Погружаться в детали И поэтому за один короткий эфир я, конечно, все не смогу Рассказать, но я вам по-крупному на примере активов, которые есть в Казахстане Многие из которых эти предприятия знают Десятки тысяч людей знают, потому что там работают Кто-то слышал Я хотел бы на примере ряда предприятий показать Какими богатствами владеет семья Назарбаева При этом речь идет не о том, чтобы заглянуть кому-то в карман Речь идет о том, чтобы наши граждане знали, куда уплывает богатство страны Почему уплывает? Потому что Назарбаев никогда не работал в частном бизнесе Он бывший советский первый секретарь Компартии Казахстана Плавно пересел в кресло президента страны И суммарно он управляет страной 30 лет И когда вы живете нищей жизнью, вы безусловно обвиняете в первую очередь себя Говорите, вот я наверное малоспособный, не очень образованный Наверное я вот такой родился И надеете, что ваши дети получат лучшее образование Именно они пробьются в лучшую жизнь И собственно многие свою жизнь на этом строят На самом деле я хочу сказать, что проблема не в этом И в качестве примера вы можете зайти в интернет и посмотреть А что же происходило в других странах Ну например в арабских известных странах Как в эмирате Дубаи, в Объединенных Арабских Эмиратах Такой стране, как Сингапур, Малайзия, Таиланд, Тайвань Таких примеров в мире очень много И вы увидите, что за 20 лет Страны, которые обладали фактически пустыней и морем Когда бедные бедуины ездили на верблюдах, пустынях И вот в таких странах, когда в 60-х годах Началось именно в промышленном масштабе добываться нет То за какие-то 20 лет эти страны превратились В цветущие, ведущие страны по доходам на душу населения И многие из этих стран на слуху Ну это страны, многим из вас покажутся несколько необычными Ну это далекие страны, Арабские Эмираты Или любой другой пример Но например страны Балтийские, такие как Литва, Эстония и Латвия Это те страны, которые вместе с нами были в Советском Союзе И одновременно с нами в 91-м году вышли из состава Советского Союза Наверное именно эти страны легко сравнивать Их доходы, их уровень жизни, их экономику Также легко сравнивать с такими странами, как Польша и Чехия Которые были под крылом Советского Союза Так называемые страны СЭВА Советы экономической взаимопомощи так называемые Это страны социализма в период Советского Союза Они безусловно считались как бы независимыми Реально все выполнялось и делалось по команде Из Москвы и Центрального бюро экономической партии Советского Союза Поэтому я сегодня хочу посвятить время обсуждению богатства Нурсултана Назарбаева Как государственный чиновник 30 лет может управлять страной Как государственный чиновник 30 лет управляя страной может стать супермиллиардером Его личное состояние я много раз повторяю оценивается минимум в 200 миллиардов долларов США Минимум А в реальности его состояние превышает значительно чем эти 200 миллиардов Потому что Нурсултан Назарбаев вы все прекрасно понимаете Он владеет страной Он единолично принимает любые решения Назначает правительство, меняет депутатов, назначает судей Такие вещи возможны только тогда, когда человек владеет целой страной Поэтому, когда мы говорим, что его личное состояние оценивается в сумму свыше 200 миллиардов долларов Как вы понимаете, это только то учтенное, которое оформлено на нем На его подставных лицах, на его родственниках Ну а в реальности, к сожалению, еще более удручающее Но Султан Назарбаев владеет не просто какой-то собственностью Он владеет страной И свое владение он оформил в решениях в виде законов, конституции Присвоил себе статус лидер нации Ельбасы Присвоил себе пожизненное право управлять страной Как в должности президента, так и в должности председателя Совета национальной безопасности Поэтому многим из вас, наверное, должно быть интересно Все-таки, каким состоянием владеет Нусултан Назарбаев Когда звучит сумма 200 миллиардов долларов США Это какая-то такая, кажется, фантастическая сумма Как же владелец Амазона, который считается богатейшим человеком в мире Состоянием около 160 миллиардов долларов Или Билл Гейтс Собственный вклад вы его понимаете в мировую экономику Его состояние оценивается в 100 миллиардов долларов А тут какой-то шал Не самая богатая страна мира Где отстала экономика Владеет состоянием 200 миллиардов долларов И вам кажется это невероятным Это сказки Это не может быть Так вот, я сегодня буквально на простых объектах Хочу вам показать Что реальность такова Что Биллу Гейтсу Или владелец Амазона Очень далеко до богатств Нусултана Азарбаева Итак, я думаю, что у вас на слуху Такие предприятия, за которым стоят целые города Ну, например, в Советском Союзе назывался Дисказган, цвет мед Потом Казахмыс И все время название меняется Но я остановлюсь на имени Казахмыс Итак, Казахмыс это медная группа Которая производит медь, свинец, золото И другие там металлы В основном медь И все производство меди в стране Монопольно принадлежит этой компании Эта компания имеет в своем активе Крупные промышленные предприятия И от работы этих предприятий Зависит жизнь целых городов и регионов Или бывших областей Город Джисказган Город Сатпаев И весь Джисказганский регион Который совсем недавно был областью Полностью зависит Во всем от работы предприятия Казахмыс Вода полностью решает вопрос Казахмыс Благоустройство улиц Ремонты Управление городами Районами Практически все зависит От этого предприятия Это предприятие Город или города Или целые регионы И также город Балхаш Когда предприятие Работающее именно в этой отрасли Фактически попало во владение Группы компаний Казахмыс Совсем недавно Эта компания была Зарегистрирована На лондонской бирже И это предприятие Показывало прибыль Порядка 2 миллиардов долларов Официальную прибыль Она показывала После выплатов всех налогов Показывала на лондонской бирже Свыше миллиарда долларов Но в реальности Это предприятие Генерирует чистые прибыли Значительно больше Всем тем, кто работает на этих предприятиях Группы компаний Казахмыс Известно Что там существуют подставные компании Что эти компании Выигрывают разные тендера Они являются поставщиками И основная часть прибыли Она растекается среди этих компаний И эти все компании Опять же подставные компании Вот эта верхушка Которая управляет этим предприятием На самом деле Эти предприятия контролирует Нусултан Назарбаев Вот представьте себе Что предприятие Которое официально показало Прибыль свыше миллиарда долларов Этим предприятием Владеет Нусултан Назарбаев И опять же Когда это предприятие Котировалось на лондонской бирже Ее рыночная стоимость Доходила до 15-16 миллиардов долларов США Вы спросите А кто же владелец Владелец Официально этой компании Основной владелец Считается Владимир Ким Все что я сейчас говорю Что вы понимали Я не просто знаю Я знаю очень хорошо Я знаю лично Практически я знаю все Ключевое об этих предприятиях Итак Это группа компаний Которые якобы владеет Владимир Ким И остальные На самом деле Это поставные собственники Нусултана Назарбаева Вот представьте Что предприятие Которое монопольно Производит медь И другие ценные металлы Имеющие электрические станции Стоимостью Несколько тысяч мегаватт А я вам так скажу Что чтобы построить Мощности Например 3000 мегаватт Надо потратить денег Как минимум 6 миллиардов долларов 6 миллиардов долларов Это 2000 долларов На 1 киловатт Так считают энергетики И бизнесмены Вот порядка 6 миллиардов Тока электрические станции И вот представьте Представьте себе Что предприятие С минимальной Рыночной стоимостью Порядка 15-20 миллиардов долларов Собственниками его Является Нурсултан Назарбаев А все остальные Так называемые Богатые люди В списке Форбс Стоящие В первых рядах Более того В мировом рейтинге Находящиеся на ключевых позициях Вот Владимир Ким Там находится Все это легенда Специально Чтобы сделать Некого человека Богатым лицом Казахстана Наши граждане Рассуждают О неких мифических олигархах Олигархи Это не просто богатые люди Я здесь повторю Известное Классическое определение Кто такие олигархи Олигарх Когда тот человек Который свои богатства Заработал Находясь При власти И посредством власти Так вот Реальным олигархом В нашей стране Является Носултан Назарбаев И его родственники И те приближенные Которые Занимали Или занимают Крупные политические посты В нашей стране То есть Он используя свою власть Носултан Назарбаев Присвоил Бесплатно Эти крупнейшие Промышленные активы страны В частности Казахмаз Казахмаз Группа предприятий Которые производят Медь В Дзизказгане В Балкаше И других регионах страны Реально Назарбаев Стоимость Не менее 15 миллиардов долларов США Раз Посчитали Теперь Посмотрите Известная группа Евразийская Это В быту Говорят Группа Машкевича На самом деле Это тройка Известных людей Александр Машкевич Фатах Шадиев Он Родом Из Узбекистана Гражданин Бельгии И там Россия И всех прочих Разных государств Александр Как я его называю Саша Машкевич Он Гражданин Израиля Был гражданин Бельгия И Я даже не знаю Еще какие страны Ему предоставили Гражданство И Альджон Ибрагимов Тоже Родом Он Из Кыргызстана Из Токмака Вот Троица Так называемая Евразийская группа Тоже Где-то лет 10 назад Эта компания Котировалась На Лондонской бирже Ее рыночная стоимость Была оценена Она между прочим Недооцененная Тоже Порядка 16 миллиардов Долларов США Вот Придбавьте 15 миллиардов Казахмыс 15-16 миллиардов Группа Евразийская Вот вам 30 миллиардов Долларов Я хочу сказать Что это Недооцененная Сумма Опять же У евразийской Группы Много Существует Электрических Станций Которыми Они владеют Я вот сейчас Хотел бы Обратиться К тем людям Которые работают На Электрических Станциях И которые Хорошо понимают Кто Является Владельцем Электрических Станций Так вот Станция Аксуйская Так называемая Это была Лучшая Электрическая Станция Которая Была Построена В советские Годы Ее Рыночная Стоимость Порядка 5-6 Миллиардов Долларов США Но При этом Эта группа Владеет Полударским Алюминиевым Заводом Эта группа Владеет Ферросплавными Заводами Они Добывают Хром ССГПО Около Города Рудово В Хустанайской Области Рудные Комбинаты Которые Находятся В Актюбинской Области И так далее Вот это Все На Которых На этих Предприятиях Работают Десятки Тысяч Людей Эти предприятия Бесплатно Перешли В собственность Так называемой Евразийской Тройки Вот представьте Два предприятия Минимальная Рыночная Стоимость 30 миллиардов Долларов Минимальная И Все эти Активы Ушли В собственность Нурсултана Назарбаева Казахмыс Полностью 100% Принадлежит ему А Евразийская Группа Есть У него Ключевая Роль В этом Предприятии Он реально Там контрольный Владелец А Есть Подельники И партнеры Типа Александра Машкевича Алиджона Ибрагимова И Фатаха Шадеева Это его Партнеры По бизнесу Вот я вам Привер Два Актива Стоимостью 30 миллиардов Долларов Теперь смотрите Давайте мы Вспомним Другие Предприятия Например Касынк Касынк Работает Узкомегорский Владеет Гидростанциями Бухтарминская ГЭС Другими Станциями Это является Фактически Предприятие Монопольным Производителем Цинка В Казахстане В котором Работает Тоже Тысячи И тысячи Людей Зыряновский Самогусском Егорский И так далее Вы Те кто Живут В Восточном Казахстане Хорошо Знаете Предприятие Что эти Предприятия Являются Ключевыми В этой Отрасли Это тоже Предприятие Стоит Как минимум 5-6 Миллиардов Долларов Далее Я Хочу Вам Сказать Что Все Крупнейшие Нефтегазовые Месторождения Находятся Во владении Нурсултана Назарбаева И Там У него Есть Партнеры Китайцы Сам Ни лично Назарбаев Говорил Что Китайцы 50% Собственности Безвозмездно При каждой Сделке Передают Ему Это Его Слова Когда Я Настаивал Что Казахстанские Инвесторы Должны Войти В Нефтегазовый Сектор Они Обладают Возможности Привлечь Ресурсы И Участвовать В развитии Нефтегазового Сектора Но Султан Назарбаев Сопротивлялся Он Мне Лично Сказал Ты Мне Не Даешь 50% Доли А Китайцы Дают Вот Если Ты Мне Дашь 50% Доли Практически Ключевые Предприятия Страны Контролируются Лично Но Султаном Назарбаев А это Десятки Миллиардов Долларов То есть Я вам Только На примере Двух Предприятий Показал Точнее Трех Предприятий Что Его Состояние Только В трех Предприятиях Оставляет Минимум 35 Миллиардов Долларов И Вот Нефтегазовый Сектор Золотрудные Крупнейшие Месторождения Все Контролируют Но На подстанных Людей Это Тоже Миллиарды Долларов Даже В таком Секте Как Аграрном Через Своего Зятя Тимура Кулебаева И своих Близких Он Владеет Миллионами Гектар Земли Миллионами Мельницы Элеватор И так Далее Все Находятся Его Собственности Как Вы Знаете Вот Была Такая Компания Иволга Которая Владела Около Миллиона Гектаров Земли Северных Регионов Казахстана Она Захвачена Тимуром Кулебаевым Захвачены Все Ее Активы И Они Все Принадлежат Семье Насултана Назарбаева Теперь Возьмем Банковский Сектор Только Стоимость Моего Банка Быта Была Порядка Минимум 10-12 Миллиард Доллар Но Султан Назарбаев Захватил Этот Банк И Присвоил Чуть Меньше Была Рыночная Стоимость В свое Время Казкома Ну Порядка 6-7 Миллиардов Тоже Захвачена Насултаном Назарбаевым Вот Вы Просто Складываете Рыночную Стоимость Банков Только И Вот Затем Из бюджета Страны Было Влито В Казком 8 Миллиардов Долларов Безвозмездно И Этот Банк Самый Крупный В стране За 2 Тенге Перешел Во владение Насултана Назарбаева То есть Только Банковская Его Группа Группа Халыкбанк Так называемая В реальности Владеет Не менее 50% В доле Всего Финансового Рынка Страны Чтобы Вы знали Каждые 2 Тенге Через Тенге Это все Что в потоке Осуществляется Двигаются Через банки Это все Контролирует Зять Насултан Назарбаева Тимур Кулебаев Но Есть Другие Банки Цесно Банк Недавно Его Руководитель Администрации Президента В него Было Влито Порядка 4 миллиардов Долларов Этот банк Безвозмездно Попал В карманы Насултана Назарбаева Вы посмотрите Какие суммы 8 миллиардов Каском Было Влито Прямо Из бюджета Страны Украдено 4 миллиарда Было В Цесно Банк Вот вам 12 миллиардов Но Форте Банк И другие Банки Все ключевые Известны Каспий Банк Например Где его Племянник Харец Табалды Все эти Банки Минимум 90% Контролирует Насултан Назарбаев А это Тоже Как минимум Пару десятков Миллиардов Долларов Стоимости Финансового Сектора Вот я вам Просто Насчитал Порядка 60 миллиардов Долларов Это Банковский Сектор И буквально Три Предприятия Страны А я не считал Еще отдельно Золото Свинец Еще отдельно Нефтедобывающие Нефтеперерабатывающие Предприятия И Вы должны знать Когда вы Возмущаетесь Что растут Цены на нефтепродукты Вы должны знать Что Рынок Нефтепродуктов Опять контролирует Зять Президента Насултана Назарбаева Тимур Кулебаев То есть Весь Бензин Мазут И все прочее Все находится В ведении Семи Насултана Назарбаева Поэтому Когда происходит Рост цен Это связано С тем Что Монополия На этот рынок Собрана В руках Назарбаева Министерство Нефти и газа Или Министерство Энергетики Выполняет Прямые указания Назарбаева Они регулируют Рынок Таким образом Чтоб чужие Никто не мог Продавать Устанавливает Квоты Останавливает Заводы Искусственно Поднимает Цены Сами же Там Зарабатывают Все Нефтебазы Нефтехранилища В их руках И они Зарабатывают На этом Как минимум Несколько Миллиардов Долларов Только На рынке Нефтепродуктов Кастелеком Так называемая Связь В нашей стране Через Подставных Лиц Полностью Владеет Нурсултан Назарбаев Связь Нашей стране Принадлежит Назарбаеву Нефть Добывается Полностью Под контролем Назарбаева Золото То же самое Ферросплавы И все прочее То же самое Основные Электрические Станции В стране Контролирует Нурсултан Назарбаев Я вам Сейчас Просто Навскидку Говорю Что Навскидку Внутри Страны У него Разные Собственности Минимум На 100 Миллиардов Долларов США Минимум А теперь Вы вспомните Железную Дорогу И таких Монополий Много Железная Дорога Всегда Контролировалась Людьми Нурсултана Назарбаева И они Оттуда Крали Миллиарды Долларов Миллиарды Вы зайдите В Ютуб И вы Услышите Разговор Известный Когда Нурсултан Назарбаев Разговаривает С Каримом Асимовым С премьер-министром Тогда И говорит А вот Предыдущий Президент Ирлан Тамкулов Якобы Украл 600 миллионов Долларов Карим Ты знаешь Ну да Я знаю Ну вот Сейчас я Завожу Своего Племянника Давай Мы Отодвигаем Вот Представьте Диалог Президента С страны Премьер-министром Который Спокойно Говорит О краже 600 миллионов Долларов Он не Говорит Что нужно Тамкулов Ирлана Арестовать И так далее Нет Он говорит Давай Мы его Отодвинем Хватит Уже Я поставлю Своего Племянника Видите То есть Человек Не говорит Что надо Бороться С коррупцией Он говорит Хватит Уже Наелся Давай Мы его Отодвинем Теперь Будет Этим Заниматься Мой Племянник Я вам Только Какие-то Сегменты Говорю А вы Посмотрите Самрук Жена Она Владеет Почти 50% Долей Экономики Страны Потому Что через нее Происходит Управление Крупными Промышленными Активами Той же Самой Железной Дорогой Тоже Другими Какими-то Активами Нефтегазовой Отрасли И все Прочее Там же Везде Сидят В этих Так называемых Квази Государственных Предприятиях Представитель Нурсултана Назарбаева Они Миллиардами Крадут Ну Простой Пример Когда Тимур Кулебаев Возглавлял Государственной Компании Казмуна Газ Именно Это Позволило Ему При поддержке Нурсултана Назарбаева Купить Старые Предприятия Сороковых Годов Румынии Сороковых Я хочу Отметить Нефтеперерабатывающие Так называемые Заводы Нефтехимические Сороковых Годов Наши Казахстане Семидесятых Восьмидесятых Годов Были Так он В Румынии Купил Предприятие Суммарно Инвестировав Туда Свыше Пяти Миллиардов Долларов США И вот Эти Предприятия Сейчас Невозможно Даже За пятьсот Миллион Долларов Продать То есть Фактически Произошло Прямое Хищение Прямые Потери Около Пяти Миллиардов Долларов США Через Компанию Самрук Казана И Казминайгаз То есть Вы понимаете Масштабы Хищения Ежегодно Которые Происходят Так называемых Национальных Компаний Посредством Встраивания На эти Посты Директоров Что Вы понимали Масштабы Хищения Фантастические Когда Я Говорю Что Правительство ДВК Управляя Всеми Экономическими Процессами В стране Добьется В течении Несколько лет Чтобы Бюджет Страны Как минимум Вырос На 30 Миллиардов Долларов США В год При этом Я вам Скажу Что Текущий Бюджет Порядка Колеблется Около 25-30 Миллиард Долларов То есть Бюджет Страны Мы Без Особых Проблем Можем Удвоить В два Раза И Многие Задают Вопрос А за счет Чего А за счет Того Что Вот Мы Просто Перекрываем Кислород И прекращаем Воровство В национальных Комбаниях В масштабах Всей страны На уровне Акимов Областей Районов И так далее Только Это Позволяет Добиться Дополнительных 30 миллиардов Долларов США Дополнительных Не говоря О том Что Наша страна Избавляется От этого Гнета Финансовые Полиции Так называемых Давлений Со стороны МВД И так далее Там Системы Давления На граждан На бизнес Гигантское Количество И если Мы это Снимаем То Помимо Этих 30 миллиардов То есть Вся экономика Начинает Резко Подниматься Вверх Вот смотрите Список Так называемых Богатейших Людей Казахстана И мира В мире Около 2000 Человек Богатых Людей Ну Которых Состояние Оценивается Там Порядка Свыше Миллиард Доллар Вот Посмотрите Владимир Ким Это Фейк Это Подставное Лицо Назарбаева Его Состояние Якобы За год Увеличилось На 1 Миллиард 300 Миллион Долларов Лично Я Володю Ким Очень Хорошо Знаю Я Знаю Всех Бизнесменов Которые Попали В список Forbes И до Этого Считались Богатейшими Людьми Это Подставное Лицо Итак Эти Деньги 4,6 Миллиард Долларов Не Владимира Кима Не Володя Там Владелец Это Нурсултан Назарбаев И он Вошел Список 420 Человек Богатейших Людей Мира Теперь Состояние Тиму Точнее Булату Тимуратов Стоит В этом Списке 645 У него Состояние 3,5 Миллиард Долларов Это Человек Который Всегда Работал На Государственных Должностях Был Управляющими Делами Президента Помощником Президента Но Как У Такого Человека Государственного Чиновника Может Быть 3,5 Миллиардов Долларов США Ясно Что Он Эти Деньги Заработал На Государственной Должности При Этом Не Он Сам Он Кошелек Нурсултана Назарбаева Он Просто Номинал Он Не Бизнесмен Он Просто Чиновник Просто Помощник Просто Носил Чемоданы Что Угодно Как Угодно Можете Говорить Опять же Я Лично Очень Хорошо Знаю Каждого Из Этого Списка Я Не Просто Знаю Я Лично Знаю И Очень Хорошо Так Так Вот Вы Должны Понимать Что Это Человек Даже Никакой Не Бизнесмен А Просто Кошелек Нурсултана Назарбаева 3,5 Вот Прибавьте 4,6 3,5 Уже Получаете Свыше 8 Миллиард Долларов Динара Кулебаева Тимура Кулебаева Это Дочь Нурсултана Назарбаева И Зять Их Состояние Оценивается Свыше 7 Миллиард Долларов Прибавьте Эти Деньги Тоже Вот Вам 15 Миллиард Долларов Вот Алимджон Ибрагимов 2,3 Миллиарда Но У него Есть Партнеры Машкевич Потах Шадеев То есть Их Состояние У каждого Тоже Порядка 2,5 Миллиард Доллар Вот Вам Еще 17 7,5 Миллиард Вот Достаточно Вот Этих Буквально 4,5 Человек Прибавить И Вы Уже На глазах Получаете Сумму Свыше 20 Миллиардов Долларов США При этом Я Не затронул Недвижимость Которая По всей Стране Есть Я Не затронул Другие Сектора Экономик Которые Они Контролируют Я Не затронул То Что Каждый Год Он Ворует Сотни Миллионов Из Бюджетов Региональных Их Огромное Количество Я Не затронул Богатство Его Брата Булата Назарбаева Его Понимаете Что Человек Контролируя Власть Стал Владельцем Гигантского Состояния Вот Прямо Не считая Тем Что Он Владеет Страной Вы же Видите Только Султан Назарбаев Просто Они Оформлены Разных Подставных Лиц Поэтому Когда Мы Говорим Олигархи Вы Должны Понимать Что Олигарх Это Тот Кто Через Власть Посредством Власти Добился Богатства Не Просто Богатый И есть Казахстане Которые Свои Богатства Приобрели В результате Своего Таланта И Ошибочно Их Называть Олигархами Олигархи Только Те Кто Свои Богатства Заработал Через Власть И Посредством Власти Так Вот Ни у кого Не должно Быть Иллюзии Я знаю Что На Фейсбуке В других Социальных Сетях Вроде Эти Фотографии Обсуждаются Не Обсуждайте Их Это Номиналы Нурсултана Назарбаева Главный Олигарх В этой Стране Нурсултан Назарбаев Просто Богатые Люди Которые Заработали Деньги Без Власти Они Есть Это Не Олигархи Олигарх Нурсултан Назарбаев Который Все Свои Богатства Приобрел Вследствие Контроля Над Властью И Что Как Может Быть Чтобы В такой Стране Отсутствовала Коррупция Говорим Что Надо Бороться С Коррупцией При том Все Что Главный Коррупционер Стоит Во главе Этой Власти И Именно При Нем Развивается Коррупция То есть Если Говорить О борьбе С Коррупцией До Тех Пор Пока Мы Не Устраним От Власти Нурсултана Назарбаева Пока Мы Не Изменим Полностью Политическую Систему Не Построим Парламентскую Республику И Ликвидируем Должность Президента Эта Коррупция Будет Продолжаться Почему Потому Что При Этой Модели Власть Будет Принадлежать Одному Человеку И Неважно Что Его Фамилия Будет Назарбаев Или Кто-то Еще Посмотрите В Туркмении Был Туркмен Баши Сапармурад Ниязов Пришел Другой То Самое Тоже Культ Личности Тоже Богатство Всей Страны Одному Человеку При Этом Какие Легенды Не Рассказывали О Туркмении Все Вы Должны Знать Что Люди Живут Там В Проголодь Там Реально Голодает И Это То Самое Происходит В Узбекистане Это Отсталая Страна Нищая Страна Вместо Каримова Прошел Мирзиоев Он Немножко Приоткрыл Какие Назарбаев Поэтому Вывод Один Если Мы Хотим Добиться Перемен Единственный Способ Добиться Чтобы Эта Власть Была Сменена Мирным Путем И Чтобы Мы Построили Парламентскую Республику Вы Посмотрите Что Происходит В Алжире Глава Страны Управляет 20 лет И Алжирцы Вышли на Улицы Сказали Нет Сегодня Вышли Миллион Человек В Алжире На Акции Протеста По всей Стране Они Говорят У вас Миллионы А нас Миллионы И Это Так Я Бы Только Так Перефразировал Что У вас У вашей Политической Верхушки Султан Назарбаев И его Окружение Миллиарды Но Нас Действительно Миллионы И Неужели Мы Миллионы Не Добьемся Справедливости Мы Можем Это Сделать Как Алжирцы Как Алжирцы Добиться Перемен Недавно Эти перемены Произошли В Армении Мирно Многие перемены Проходят Происходят В других Странах Только тогда Когда на улице Выходят Десятки Тысяч Людей Я надеюсь Я Вам Коротко Объяснил Что Такой Олигарх Я Вам Показал Что Только Активы Нас Султан Назарбаева Внутри Казахстана Минимум 100 Миллиардов Долларов Не Считая Того Что Он Держит Гигантские Средства И активность За рубежом В Китае В Сингапуре В Объединенных Арабских Эмиратах Европейских Странах Под Разными Скрытыми Именами Подставными Лицами Назарбаев 200 Миллиардов Долларов Это Очень Скромная Оценка В реальности Эта сумма Значительно Превышает И поэтому Наша Задача Не только Отстранить Назарбаев От власти Но добиться Чтобы эти Богатства Были возвращены Снова Государству И вы Понимаете Что Эти 200 И более Миллиардов Долларов Если мы Вольем В экономику Страны Мы Действительно В короткие Сроки Сможем Построить Новую Страну Динамичную С новой Экономикой И вы Понимаете Что Эмират Дубая Например Или Объединенные Арабские Эмираты Где Пески И море И только Нефть Они По богатствам Даже Рядом Не стоят Рядом С Казахстаном Даже Рядом Именно Поэтому Мы Должны Осознать Но Султан Назарбаев 30 лет У власти Сидит Не потому Что Он Сильный Потому Что 18 Миллионный Народ Молчит Примеры Других Стран Показывают Достаточно Выйти Сотнем Тысяч И нет Власти Нет Власти Он Сидит У власти 30 лет Всех Разводит Обещает Только Потому Что Народ Казахстана Проявляет Терпение Где-то Равнодушие Где-то Боится Нам Достаточно Обедниться И Все Изменится 22 марта Демократический Выбор Казахстана Призвал Выйти На митинги 22 марта Это Науры Весенний Праздник Обновления Мы Предложили Перемещаться По тротуарам Чтобы У полиции Не было Возможности Останавливать Людей Цепляться Потому что Идут пешеходы Идут Они идут Тем площадям Где происходит Массовое гуляние Идут В синих Одеждах Синими Шарами Синими Знаменами По сути дела Это государственные Символы У нас Флаг Синего Цвета И поэтому Таким образом Мы Обедняем Людей Которые Выходят Различными Экономическими Требованиями Я знаю Что Сейчас Женщины Которые Добивались Социальных Пособий Матери Они говорят Нет Нам политика Не нужна На самом деле Все эти Требования В конечном счете Упрутся В политику Потому что Без смены Этого политического Режима Никаких успехов Невозможно Будет добиться Я отдельно Потом Выступлю И покажу После того Как Демократический Выбор Казахстана Заявлял Ту или иную Тему Например Мы Объявляли Бесплатное Образование Назарбаев Сразу Видя протест Принимал указы Законы Которые Давали Дополнительную Компенсацию Тем или иным Слоям Пенсионерам Учителям То же самое Было Когда мы Выступили По Общежитиям Говорили Что студентам Не хватает Жилья Сразу Было Принято Решение О Строительстве Общежития И чтобы Обеспечить Суммарно Студентов До 2022 года Были Выделены Какие-то Средства Но До 2022 года Ну Вы Видите Сроки Но Султан Назарбаев Любит Отдвигать 2030 2050 Сегодня Пообещает Потом Разделить Программу На три Части На три Года Потом Еще Корректировка И таким Образом Сбивает Накал Как бы И Если Проанализировать Наши митинги Проанализировать Наши требования Посмотреть Наши митинги То Вы Обратите Внимание Именно После того Как Начинаются Акции Протеста Митинги И так Дали После Этого Нурсултан Назарбаев Начинает Пятиться Давать Новый Пакет Обещаний Какие-то Подвижки Делать Это Происходит Везде По Увеличению Пенсии Пособий И так Дали И Вот Матерей Сразу Привели К тому Что Он Сказал Что С 1 Июля Мы Будем Выплачивать Какие-то Суммы Тем Семьям Которые Социально Не очень Сильно Обеспечены Затем Он Поправился Сказал С 1 Апреля Вы Видите Какая Спешка Какая У него Паника Почему Потому Что Матери Начали По всей Стране Активно Выступать И так Было В прошлом Году Когда Мы Выступили По образованию О том Что Должно Быть Государственное Образование Среднеспециальное Высшее Бесплатное Что Было Сделано Он Сразу Выступил С заявлением Что Выделяет Дополнительно 20 тысяч Грантов К существующим 54 тысячам Бесплатно То есть Еще 20 тысяч Студентов Могут Получить Бесплатное Образование Обратить Внимание И все Это Прозошло После Наших Выступлений После Объявления Митингов Со стороны Демократического Выбора Казахстана О чем Это Говорит Невозможно Добиться Выполнения Пакета Тех Вильных Требований Если Народ Будет Тихо Молчать Я Просто Пример В жизни Приведу Когда Ваш Организм Начинает В тех Вильных Местах Болеть Вы Начинаете Реагировать Пить Лекарства Идти Врачу И так А есть Такая Коварная Болезнь Как Рак Когда Вы Не Обследуетесь Он Эта Болезнь Тихо Спит Вас А потом Неожиданно Резко Начинает Проявляться И уже Нет спасения Четвертая Стадия Человек Погибает Так Вот Если Мы Будем Молчать Это Будет Ситуация Как С тем Самым Раком Мы Будем Молчать Накапливать Недовольство Говорить Шукур Тауба И Сравнивать С Туркмени Северной Кореей Или Как Насултан Назарбаев Предложил Сравнивать Нашу жизнь С покойниками На кладбище То да Наступит Какой-то Момент Когда Наступит Паралич Во всем И мы Погибнем Как Государство И как Нации Таких Примеров Много Я Вам Например Организм Просто Говорю Человек Реагирует Тогда Когда Болит В нашем Случае Болит Когда Люди Начинают Активно Действовать Итак 22 Марта Мы Выходим Следующими Требованиями Это Материнский Пакет Материнский Пакет Предполагает Выплату Различных Пособий Пособий Мы Уже Озвучивали Не Менее Вот Программа ДВК Не Менее 50 Евро За Каждого Ребенка Это 21 Тысяч Тенге За Каждого Ребенка Не Как Сейчас За Одного Ребенка Одна Сумма Потом Больше И так Далее И до Года Программа ДВК Говорит Что Детские Пособия Правительство Обязано Выплачивать До 7 лет Включительно Для Сравнения Хочу Сказать Что В мире Пособия Платятся До 18 Лет Включительно А Мы Будем Требовать До 7 Лет Включительно Материнский Пакет Говорит О том Что Дети Первых Четвертых Классов В школах Должны Получать Бесплатно Обеды Это Ранее Было Где-то Еще Осталось Но Сейчас Повсеместно Это Не Присутствует По Всей Стране Это Будет Наши Следующие Требования Наши Наши Требования Будут Чтобы Студенты Высших И Среднеспециальных Учебных Заведений Получали Стипендию Не Менее 50 Тысяч Тенге И Государство Состояние Их Выплачивать Теперь Если Говорит По Обшежитиям Назарбаев Заявляет Что Нуждающихся В нашей Стране Обшежития 85 Тысяч Человек Из Них Якобы Основная Часть Обеспечена И Не Программа Строится Там Сейчас Якобы До 22 Года Будет Строится Обшежитие В Алма-Ате И Других Городах Но Мы Поступаем Просто Мы Говорим Нет Пусть Этих Студентов Нуждающихся Будет Не 17 А 100 Тысяч То есть Мы Увеличиваем Это Количество Из Всех Обучающихся Если Каждому Студенту Выплачивают Всего Лишь 100 Долларов Просто 100 Долларов На Компенсацию Жилья То есть Это Порядка Около 40 Тысяч Тенге Вот Представьте Два Студента Три Студента Объединили Сбросились Получив Эту Компенсацию 300 Долларов Это Порядка 110 Тысяч Тенге 110 120 Тысяч Тенге Они Могут Снять Квартиру Зачем Государство Строит Эти Обширитие Создавать Столько Комиссии Принимать Программы Работает Правительство И все Прочее Когда Это Все Решается Очень Просто 100 Тысяч Человек Это В год Всего Лишь На Учебный Год Порядка 100 Миллионов Долларов Для Нашей Страны 100 Миллион Долларов Это Вообще Ничего Мы В Афганистан Сотни Миллион Долларов Гуманитарную Помощь Оказываем Таджикистан Какие-то У нас Помощи Идут То есть Достаточно Выделить Каждому Студенту По 100 Долларов Студенты Сгруппируются И объединятся И будут Снимать Квартиры И тогда Государство Не будет Заниматься Мучиться Создавать Специальные Компании Административную Группу То есть Кучу денег Побочных Выделять Для того Чтобы Обеспечить Обжитиями Дайте Людям Деньги Они Сами Себе Эту Проблему Решат Понимаете То есть Эта Проблема Не существует Ее Можно Решить Буквально За 2-3 Месяца Проблема Для Студентов Проблему Жилья Итак Материнический Капитал Будет Требование Включать Чтобы Каждый Студент Получал Хорошо Учащийся Безусловно Стипендию Не менее 50 тысяч Деньги И Компенсацию Порядка 100 Долларов Это В эквиваленте Около 40 тысяч Деньги Компенсацию На Аренду Жилья Далее Наши Граждане Должны Получать В государственных Учреждениях Бесплатные Медицинские Услуги Бесплатные Медицинские Услуги Вот представьте Что Вас Это государство Обворовывает Вроде Есть Бесплатные Медицинские Услуги Но Вы за анализы Платите Лекарства Покупаете Бинты Все прочее Прочее Еще врачам Сбоку Платите Поэтому Так называем Бесплатные Медицинские Услуги Это одно Название Вы все это Прекрасно Знаете Не говоря О том Что Плохое Качество Да Пусть Частная Медицина Существует Но Мы Должны Обеспечить Бесплатные Медицинские Услуги Это Программе ДВК Написано Второе Мы Соответственно Что мы Весь пакет Материнский Пакет Состоит Из требований Выплаты Пособий До 7 лет Детям Каждому Не менее 21 тысяч Тенге И в качестве Примера Я хотел Привести Когда Будут Критики Говорить Что Вот Это Нереализуемо Я хотел Привести Пример Эстония Я не случайно Говорил Что Мы В качестве Ориентира Берем Балтийский Стран Так Вот В Эстонии За каждого Ребенка В этом Году Платят 60 евро Это 26 тысяч Тенге За каждого Ребенка Маленькая Эстония В которой Нет Нефти Газа Нет Металлов Нет Никаких Ресурсов За каждого Рожденного Ребенка Платит 26 Тенге Но Если У вас Рождается Третий Ребенок То За каждого Ребенка Государство Платит 34 тысяч Тенге Платит До 18 Лет Не до года До 18 Лет Далее Если У вас Родилось Трое Детей Государство Доплачивает Всей семье 300 евро Если умножить На текущий Курс 130 тысяч Тенге То есть Представьте Что у вас Трое Детей Из-за Каждого Ребенка Вам Государство Доплачивало 34 тысяч Тенге Точнее Извините 43 тысяч Тенге 43 на 3 Это Порядка Около 130 тысяч Тенге Вы бы Получали За троих Детей Плюс Еще Получали За Троих Детей 300 евро Со стороны Государства Это 130 тысяч Тенге То есть Ваш Бюджет От Государства В качестве Социальных Послобий Составлял бы 260 тысяч Тенге Только За Детей Это Платится В маленькой Эстонии Которая Вместе С нами Вышла Из Советского Союза Которая Не имеет Вообще Никаких Природных Ресурсов Как Это Можно Было Добиться Очень Просто Смена Власти Каждые Четыре Года Конкуренция Политическая Свобода Никак У нас Полностью Все Назарбаев Контролирует Никому Не дает Бизнес Его Вся Собственность Его Всех Душит Именно Поэтому Мы Находимся На дне Именно Поэтому Он Нас Кормит Сказками О Вхождении В 30 Ведущих Стран Мира А мы Даже Не знаем Где Мы На самом Деле Находимся Мы Находимся Далеко За 100 Стран Отсталых Стран Мира И Никакие Мы Не 50 Не 30 Не достигли Не достигнем При Нашултане Назарбаев Поэтому Мы 22 Марта Выстраиваем Так Называем Материнский Капитал И Требуем Его Исполнение Мы Ориентируемся На Эстонию И Берем От него 50 Процентов Вниз Считая Что Да Мы Отстали Мы Бедная Страна Мы Не сравниваем С себя С Францией С Германией С Америкой Нет Мы Сравниваем С себя Так Называем Среднеевропейской Страной Которая Вместе С нами Вышла Из Советского Союза И Еще Второй Пакет Требований Это Кредитная Амнистия Кредитная Амнистия Проведена В Грузии Эта Программа Затронула Более 600 Тысяч Человек Кредитная Амнистия Объявлена В Азербайджане И Эта Программа Затрагивает Более 800 Тысяч Человек Как Могут Эти Страны Которые По богатствам Несопоставимы С Казахстаном Объявлять О кредитных Амнистиях А мы Не можем Поэтому Мы Посчитали Все Ресурсы Которые Распределены В виде кредитов Потребительских Ипотечных Между физическими Лицами И там Сумма Выводится Порядка 6 триллионов Тенге Это Около 15 миллиард Долларов Мы В наших Программах Объявили Что Те граждане Которые Имеют Жилье Стоимостью До 30 Миллионов Тенге И получили На его Ипотечный Займ Мы Все Эти кредиты Списываем То есть Это Не будет Касаться Обеспеченных Богатых Людей Имеют Единственное Жилье Которые Перебиваются И это Стоимость Жилья До 30 Миллионов Тенге То что Правительство ДВК Спишет Полностью Мы Спишем Все Потребительские Кредиты Суммарно Эта Программа Будет Стоить Порядка 12-13 Миллиард Долларов Это Небольшие Деньги Вы Видели Что Два Банка Которые Находятся Во владении Нусултана Назарбаева Это Каском Долларов Единовременно Одним Ударом Поэтому Вы Понимаете Тут Когда 10 Миллионов Человек Имеющие Потребительские Кредиты Ипотечные Займы Мы Им Спишем Это Будет Облегчение Всей Стране И эти Ресурсы В нашей Стране Есть Когда Кто-то Скажет Что Это Несправедливо И так Далее Я хотел Напомнить Что Наши Граждане Получают Вообще Ничтожные Средства Относительно Которые Отсутствуют В такой Стране Как Эстония Например Нефть Которая Продается По Мировым Ценам Наши Нефтяники Получают Зарплату В среднем Не более 200 тысяч Тенге Ахтюбе Получает 120 тысяч 150 тысяч Тенге Казларда Тоже Такие же Деньги Получает Я Запасом Говорю Что Порядка 200 тысяч Тенге Реальная Средняя Заработная Плата Нефтяников Это Получает Заработную Плату В месяц От 10 тысяч Долларов То есть Порядка 4 миллиона Тенге Вдумайтесь В сырьевых Таких Предприятиях Которые Производят Медь Золото В мире Заработная Плата Начинается От 3 тысяч Долларов То есть Свыше 1 миллиона Тенге А у нас Люди Получают 100-150 тысяч Тенге Вы должны Задать себе Вопрос А куда Все это Девается Если мы Эту Продукцию Продаем По мировым ценам Мы получаем Доходы По мировым ценам Себестоимость Нашей продукции Значительно Ниже Чем у Американцев И так далее Как они Могут Получать Такие Деньги Наши Граждане Не Получают Ответ Простой Эти Деньги Воруются Это Политической Верхушкой Именно Султаном Назарбаевым И поэтому Когда он Говорит Что денег Нет Это Полное Вранье Миллиарды Долларов Уходят В их Карманы Справедливость Когда Списываем Кредиты Около Десяти Миллионов Человек Которые Каждый День Получают Небольшие Деньги Которые Пострадали От Двух Последних Девальваций Но Султан Назарбаев Когда он Говорил Что Девальвации Не Будет Я Вас Всех Предупрежу Заранее Если Что-то Будет Это Плата Нашим Гражданам Возврат Части Национальных Богатств Которые Затронут Каждую Семью Потому Что Если Десять Миллионов Человек Взяли Кредит У Этих Людей Есть Семья Дети Жена И Все Прочее То Есть Эти Программы Затрагивают Интересы Всех Граждан Страны Поэтому Мы 22 Марта Выходим С Двумя Ключевыми Требованиями Первое Кредитной Амнистии Списать Кредиты И Второе Это Требования Можем Добиться Только Небольшие Выступления Матерей Привело К тому Что Назарбаев Сразу Начал Стремительно Обещать И Какие-то Действия Делать Не Будет Ничего Происходить До Тех Пор Пока Мы Начнем Активно Выступать На Протестах Поэтому Я Еще Раз Объявляю 22 Марта В Один Из Часов Дня По Местному Временю По Всему Казахстану Демократический Выбор Казахстана Объявляет О проведении Митингов Которые Сначала Будут Ити В Дешествий Когда Люди Идут По Тротуарам И У полиции Нет Возможности Законной Возможности Кого-то Привлечь К ответственности Преследовать За якобы Проведение Несанкционерных Митингов А затем Эти люди Перемещаются На Площади Где Будут Проходить Массовые Гуляния И Поэтому О полиции Опять Нет Никаких Оснований Предъявить Какие-то Претензии Наши Сторонники Я призываю Чтобы вы Выходили С государственными Символами С нашими Знаменами Казахстанскими Шарами В синих Шарфах И так Далее Я Обращаюсь К вам И призываю 22 Марта Выйти На Общеказахстанский Митинг Алга Казахстан